Приветствую всех на канале Автоинструктор 62. Я Моряхин Сергей. Сегодня я отвечу на несколько вопросов подписчиков, учеников и вообще зрителей канала, которые не связаны с обучением вождения, но тем не менее, они их постоянно мне задают где-то на просторах интернета, в комментариях. Сразу скажу, что для кого-то данные вопросы покажутся элементарными, но для кого-то нет, иначе мне бы их постоянно не задавали. Итак, первый основной вопрос, как со мной связаться. В описании к каждому ролику, когда вы смотрите ролик, под ним есть описание. Сразу же объясняю, что такое описание к ролику. Вот вы смотрите какой-то ролик, и под ним написано, в данном ролике мы будем рассматривать то-то, то-то. То есть, если вы смотрите через компьютер, вы нажимаете кнопочку еще, и вы полностью видите описание. Пока вы не раскроете данное описание, вы его весь не увидите, вот это описание. Если с телефона, там, по-моему, в нижнем правом углу такой треугольничек, но под видео, это все под видео. И в этом описании вы можете найти все мои контакты, и Одноклассники, и Инстаграм, и ВКонтакте, и Телеграм, и Телефон, и Вайбер, и Ватсап, и почта, все что угодно. Соответственно, на вопрос, куда прислать видео свое, все то же самое. Как оказалось, самый простой способ, это либо на Телеграм, либо на Ватсап. Бывает видео какое-то большое, есть такой замечательный сервис, который называется Drop Me Files. Вот сейчас на экране вы видите, я вот ссылочку на него оставлю в описании, также в описании к данному ролику. Вот, вы можете закачать туда свое видео, скопировать ссылочку на скачивание, и прислать ее мне, хоть на почту, хоть на Ватсап, куда угодно. И я уже по этой ссылочке захожу и скачиваю ваше видео, если вы хотите, например, снять историю вождения свою, и не знаете, как прислать. Либо просто со мной связаться, по тем же контактам, которые написаны в описании, и я вам это все подробно расскажу. Следующий вопрос, меня опять же часто спрашивают, где-то в комментариях еще что-то, как вас отблагодарить. Ребята, если вы хотите меня отблагодарить, донаты есть давно уже, то же самое в описании, там написано, желающий поддержать канал, ссылка на донат. Что такое донат? Это какой-то вот, ну как объяснить, кошелек, я сам толком в этом не понимаю, более-менее разобрался. Поэтому, если кто-то хочет отблагодарить, там, какими-то финансами, еще что-то, я никогда ни у кого ничего не просил и просить не буду, но введение вот этого канала, как оказалось, очень такое энергозатратное, время затратное, финансово затратное дело, соответственно, я от этой вот благодарности отказываться тоже не буду. Поэтому, если вы хотите отблагодарить, ссылка в описании, там есть Яндекс.Кошелек, какие-то там 50 рублей бросить, 100 рублей бросить и так далее. Поэтому донаты уже есть, не спрашивайте меня, что когда вы заведете донаты, они уже есть. И также есть там электронный кошелек. Все в том же описании, заходите в описании, там вся-вся информация всегда есть, под каждым роликом. Следующий вопрос, где читать комментарии? Когда общаемся, опять же, с учениками, меня многие спрашивают, а где я читать комментарии? То же самое, все под видео, вот вы смотрите видео, под ним описание, кнопочка еще его раскрываете, либо треугольничком, если там телефон из планшета, чтобы вы его раскрыли. А еще ниже у вас могут идти рекомендованные видео под данной же тематике, а еще ниже вы попадаете как раз на данный комментарий. Вы можете оставить свой комментарий, вы можете почитать. Вот, поэтому для многих элементарный вопрос, но у нас все-таки есть некоторые люди в возрасте, которые еще пока не очень, скажем, умеют пользоваться компьютером и интернетом. Поэтому комментарии вы читайте еще ниже к любому ролику. Еще один, вроде бы элементарный, но опять же, очень частый вопрос, как найти все видео на канале? Если вы где-то посмотрели какое-то видео и в рекомендованных вышло мое видео, вы его посмотрели, то дальше других видео моих вы можете не увидеть. То есть вам нужно зайти на сам канал. Вы заходите на сам канал и у вас слева идет меню видео, нажимаете на вкладочку видео и они все подряд будут идти. Все, там уже их более 70 или может быть даже 80. То же самое вы можете какую-то взять тематику, заходите в плейлисты, в плейлисте вы можете увидеть, хотите вы какие-то технические моменты смотреть. Там есть отдельный плейлист технические моменты по обслуживанию автомобиля. Нажимаете, как подкачать колесо и так далее, и так далее. Там все это будет. Хотите посмотреть историю вождения, нажимаете отдельный плейлист, заходите в вкладочку плейлист, зажимаете этот плейлист, смотрите именно эту тематику. В этом меню поковыряйтесь, я думаю, разберетесь. Также многие спрашивают, что за колокольчик на главной страничке нужно нажимать. То есть вы увидите кнопочку подписаться, когда вы заходите на главную страничку на канал. Если вы подписаны, у вас будет написано вы подписаны, если нет, вы можете подписаться. Когда вы подписываетесь и будет какой-то новый ролик, чтобы вам приходило уведомление, вам нужно нажать данный колокольчик, уведомление. И как только на канале будет выходить новый ролик, вам на телефон будет приходить смс-чка уведомлений, что на канале вышел такой-то ролик. И там вы уже смотрите. Интересно? Посмотрели? Неинтересно? Не посмотрели? Если вам некогда, вы можете нажать посмотреть позже и уже когда у вас будет время данный ролик посмотреть. Также вопрос по поводу комментариев, лайков и так далее, и так далее. Это в общей сложности называется все активность на канале. Чем больше лайков, каких-то дизлайков, каких-то комментариев, сообщений и так далее, тем больше активность на канале. Если вам нравится данный канал, если вам нравятся данные ролики, то проявляйте активность. Пишите какие-то комментарии, лайкайте, для того, чтобы какой-то пользователь, который не знает этот канал, но ему нужен вот этот контент, он, например, хочет узнать, как правильно трогаться, и он начинает в поисковике набирать, как правильно трогаться. И чем больше активность на канале, тем больше у него будет рейтинг. Если будет низкая активность, он будет в самом низу, и этот пользователь его просто не увидит. Поэтому в конце каждого ролика я вас прошу поддержать лайком данное видео. Что это значит? Вот это именно значит поддержать. Если оно вам понравилось, поддержите лайком. То же самое это будет плюс для вас. Например, вам видео понравилось, если вы нажали лайк, оно у вас сохраняется в вкладочке понравившиеся. И в следующий раз, когда вы хотите его пересмотреть, вам не нужно его уже искать на канале. Вы заходите у себя уже на страничке на ютюбе в эту вкладочку, и оно уже там будет, вы его просто пересматриваете. Ну еще один вопрос, как бы такого тоже личного характера. Собираюсь ли я приехать или приезжать в какие-то там города, либо город поработать, пока не планирую. Но рассматриваю, я эту возможность рассматриваю, потому что мне это тоже интересно. Какая-то смена обстановки, другой город и так далее, и так далее. Пока все это в планах. Ну а сегодня на этом все. Я надеюсь, подробно ответил на ваши вопросы. Для кого-то они элементарны, но для кого-то нет. Подписывайтесь на канал, не забывайте поддерживать лайком данный ролик. Ну а я, как всегда, всем желаю удачной дороги. Всем пока-пока.